Я знаю, что скоро из мрака веков появится в нашей стране крысолов. И в дудочку дуя пойдет пилигрим, и вся наша сволочь попрется за ним. Тимур Шауф, эпиграф. Предсказание о якутском шамане от Барда из 90-х. Итак, помните страшную легенду о гамельском крысолове? Ну, если кто не знает или не помнит, то я напомню. Это древняя немецкая легенда о том, как обманутый музыкант крысолов, освободивший город от крыс, вернулся и с помощью колдовства увел из города всех детей, как увел до этого крыс. И точно так же утопил их, как крыс, в реке. Жуткая история. Мороз по коже пробирает. Ну, давайте я вам лучше процитирую из Википедии, как это звучит. Кстати, эту легенду много кто переигрывал, и братья Гримм, и наши авторы различные писали. Ну, так вот, выдержка из Википедии. Легенда о крысолове в самом известном варианте читается так. Однажды город Гамельн подвергся крысиному нашествию. Никакие ухищрения не помогали избавиться от грызунов. Наглевшись с каждым днем вплоть до того, что они стали сами нападать на кошек и собак, а также кусать младенцев в люльках. Отчаявшись, магистрат объявил о награде любому, кто поможет избавить город от крыс. В день Иоанна и Павла, что было в 26-й день месяца июня, появился одетый в пестрые покровы флейтист. Неизвестно, кем он был на самом деле и откуда появился. Получив от магистрата обещание выплатить ему в качестве вознаграждения столько золота, сколько он сможет унести, он вынул из кармана волшебную флейту, под звуки которой все городские крысы устремились к нему. Он же вывел околдованных животных прочь из города и утопил их всех в реке Визере. Магистрат, однако же, успел пожалеть о своем обещании. И когда флейтист вернулся за наградой, отказал ему наотрез. Музыкант через какое-то время вернулся в город уже в другом костюме, в костюме охотника. Вот так примерно это было. В костюме охотника. И снова заиграл на волшебной флейте. Но в этот раз уже к нему сбежались не крысы, а дети всего города, в то время как околдованные взрослые никак не могли этому помешать. Так же, как и ранее, крыс, флейтист, вывел их из города и утопил в реке. Ну, или по другой версии легенды, вывел из города сто и тридцать рожденных в Гамельне детей на Копенблис к Альварии, где они и пропали окончательно. Тела детей, волна качает, кричит, поток не отвечает, река бежит, вода течет, какой ценой оплачен счет. Так вот, к чему бы я это все? А к тому, что был в 90-е годы такой бард, Тимур Шауф. Мне он очень нравился, как и, впрочем, и многим другим тоже людям. Он нравился и интеллигенции, и простым людям. Почему? Потому что у него был очень простой и доходчивый слог. И в то же время сатира его поэзии, его песен, била просто в нерв, что называется. Он изобличал такие трудные моменты, трудные ситуации, те, которые действительно были пороками страны. Правда, надо помнить, что это были 90-е годы. Не так, как сейчас, а тогда было очень много бандитизма и быдлячества. Эти новые русские в малиновых каких-то пиджаках. Коррупция, казалось, сильнее которой быть не может. Но, как показало время, может быть и сильней. Не поэтому, конечно, тогда он был у власти не в чести. Хотя в то время, конечно, гласность была намного выше, и цензуры не было. Кстати, Барт этот, он жив и здравствует и сейчас, и даже концерты есть у него. Вот он. Это Тимур Шауф. Сейчас он, конечно, выглядит немножко постарше, немножко подревней. Ну так вот. И была у него песня, которая называлась «Крысолов». Именно первые четверостиши этой песни я и вынес в эпиграф для этого подкаста. Я процитирую чуть-чуть попозже этот стих, эту песню. Надо понимать, что она, конечно, построена именно как песня. Поэтому там меняется ритм. Надо понимать. Кто захочет, найдет в интернете. Я не буду вставлять это в видео, чтобы не нарушать авторские права. Просто наберите Тимур Шауф «Крысолов» и все. И вы найдете сразу же эту песню. Но фабула ее заключается в том, что он надеется, что скоро в стране появится «Крысолов». Некий магический такой субъект, который пройдет через всю страну, играя на волшебной дудочке и соберет всю мразоту, которая в стране только есть. Всю преступность, весь негатив пройдет через всю страну и вся эта нечисть, как говорится, соберется вокруг него. Он приведет ее к Охотскому морю и утопит ее там. Знаете, вот в контексте последних событий, которые мы можем наблюдать, а сейчас конец сентября 2019 года, я увидел такую интересную параллель, связанную с такой магией, когда один человек пытается сделать что-то такое. Вы слышали, наверное, историю про такого якутского шамана. Давайте это я вам даже процитирую. Якутский шаман Александр Габышев уже 4 месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Ну, к тому времени, когда эта статья написана, было 4 месяца. Откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина? Вот я не знаю, он именно Владимира Путина собирается непосредственно или Владимир Путин это с маленькой буквы и в кавычках. Он считает президента России порождением темных сил, с которыми под силу справится только шаман. За почти сколько-то тысяч километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей. Видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров. В чите какие-то оппозиционеры собирались провести для него встречу-митинг. В конце концов, кончилось это дело беспорядками, насколько мы знаем. Знаем. Корреспондент издания «Сибирь. Реалии» прошел с шаманом несколько километров и убедился в том, что российская глубинка готова поверить в любую мистику, лишь бы помогло. Представляете, да, о чем идет речь? То есть магическими какими-то действиями человек хочет справиться с коррупцией, наверное, с какими-то другими негативными явлениями в стране, которые он связывает непосредственно с той личностью, которая, как ему кажется, ответственна за это все. Давайте я не буду в этом видео свои несубъективные обсуждения высказывать никакие, а просто изложу ситуацию, как она есть. А вы скажете, выскажите, если захотите, свое мнение в комментариях. Кончилось все это дело, знаете, чем? Кончилось оно тем, что в итоге шамана арестовали. Провели прямо спецоперацию ночью, спецназ, ворвался в лагерь, где был этот шаман со своими дномышленниками. Устроили там акцию по его задержанию и депортировали его в Якутию, где, объявив городским сумасшедшим, отправили в клинику на лечение, где буквально запугав его до усрачки, это можно сделать с любым человеком, самым крепким и самым сильным. Поэтому его за это, скажем так, порицать нельзя. Заставили, или он сам захотел записать видео, о котором он говорит, что все нормально, что все в правовом поле и так далее. Но у меня большие сомнения в том, что он дальше будет предпринимать какие-то дальнейшие какие-то действия. Не будет никаких действий. Это почти на 100%. И вот когда об этом идет речь, почему же так решили воздействовать на шамана, как-то представляется что-то, ну хотя бы вот что-то такое. Вот что-то такое. Вот такое. Такой шаман с бумом, такой брутальный мэн, который действительно махнет своим плащом, как ворон крылом и может обратиться в ворона или в орла и начнет парить. Буквально в голове зазвучит кондор-эль-паса, то есть это полет кондора, что-то такое, крики такие, орла, клекот. Вот вспомнится Кастанеда и что-то такое. Ну на самом деле все не так. На самом деле все вот так. Вот так на самом деле выглядит этот шаман. Странно, да? Казалось бы. Ну не производит впечатления такого страшного человека, которого мог бы испугаться о президентом, да, или какие-то другие люди, которые ответственны за безопасность президента. Глупо, да? С одной стороны. А с другой стороны, подумайте, шел человек, действительно возникли какие-то беспорядки. Кто-то, видимо подверженный влиянию оккультных каких-то мыслей, наук, провел какую-то параллель и подумал, что почему бы и нет, может быть. И вы знаете, я хочу сказать, у тоталитарных режимов, у диктаторов, их окружение всегда присутствовала тяга к оккультизму. Начиная там с древних-древних веков, Александр Македонский, Древний Рим взять, Средние века, и даже взять последних самых страшных диктаторов, которые запечатлелись в памяти народа, с огромным-огромным знаком минус, с отрицательным таким знаком, это как Гитлер и Сталин, и те были очень сильно подвержены оккультизму. Ну, например, у Сталина были какие-то астрологи, были какие-то экстрасенсы, которые что-то ему советовали, и чем советом он реально прислушивался. А Гитлер вообще создал аненерба, наследие предков, то есть целое подразделение, которое занималось изучением оккультных наук, которым Гитлер придавал большое значение. Вы понимаете, когда человек достигает абсолютной власти, то есть власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно, он еще и начинает в том числе очень серьезно думать о безопасности. И тогда кажется, что опасность представляет все. Проводятся какие-то параллели между реально несуществующими, не имеющими никакой взаимосвязи с событиями. И к чему это приводит? Приводит к тому, что человек действительно становится крайне суеверным, начинает верить во всякие шаманов, становится крайне религиозным, очень воцерковленным, набожным, может верить в приметы, может верить в официальные религии, что еще, но это обязательно присутствует. Но оккультизм, как правило, присутствует практически всегда. Всегда. Так вот, к чему идет речь. Кто-то провел о параллели, и шамана вот этого вот реально посчитали человеком опасным, который может реально влиять на ситуацию. На ситуацию в стране, или влиять своими действиями, пасами магическими, на конкретную личность. Не дай бог, еще во время того, как этот шаман шел, эта личность приболела, и кошлянула, и все. А еще, если шаман камлал в это время, ну, тут взаимосвязь просто будет уловлена молниеносно. И его решили нейтрализовать, на всякий случай. Верю, не верю, но тем не менее. Так вот, что я хочу сказать. Выводы вы сделаете сами. Вы знаете, как работает оккультизм, и как работает магия. Любые магические воздействия, любые оккультные действия, могут возыметь влияние на человека, только при том условии, если он в это верит. То есть, если человек верит в то, что на него может быть оказано влияние, его можно сглазить, например, что еще, навести порчу какую-то, то реально это можно сделать. То есть, на самом деле, всю работу сделает он сам. Ему просто важно дать возможность в это поверить. И он всю работу сделает сам, за любого шамана. Шаман или маг, он должен просто заставить человека поверить, что над ним производятся какие-то манипуляции. Так вот, человек, который не верит, он просто сделает вот так или вот так. И на этом все закончится. Все манипуляции и все воздействия. Человек, который поверит в то, что на него действительно оказывают действия, эти действия реально воплощаются в жизнь, то есть, приводят к каким-то результатам, начнет ощущать эти воздействия. И он становится еще более уязвимым. Вы понимаете, мысль – это та же магия. Говорят, что мысль материальна. И о чем-то подумав, мы создаем некие вибрации, которые могут оказывать воздействие. Так вот, воздействие они оказывают точно так же, только тогда, когда человек, на кого направлены эти мысли, формы, верит в это. Понимаете? А вот дальше думайте сами. Вы уже, наверное, поняли, что если человек открыт и верит, что шаман такой может на него оказать какое-то воздействие, то на этого человека могут оказать воздействие и любые другие мысли других людей, которые направлены на него. Хорошие это мысли или плохие будут. От этого зависит, какое это будет воздействие, хорошее или плохое. Вот, а дальше думайте сами, что думать и как. Я знаю, что скоро из мраковиков появится в нашей стране крысолов. И в дудочку дуя пойдет пилигрим, и вся наша сволочь попрется за ним. И выйдут в ряд за гадом в гад под колдовские звуки. Пойдет варье, жулье, хамье и прочие подлюки. И пальцы веером сложив, пойдет братва покорно. Вот это кайф, чтоб я так жил, долой волков позорных. А звук у дудочки таков, в нем шепот снов и звон веков, и песни кельтских колдунов, и зов седых преданий. Под гипнотический мотив пойдут бандит и рэкетир. Надеть свои трусы забыв, уйдет министр из бани, из разворованной страны. Покинув свои дачи, уйдут бугры и паканы ко всем чертям собачьим. И запоют сверчки воржи, и журавлиным клином пойдут пахучие бомжи с курлыканьем тоскливым. Через Брест и Калугу, Москву и Тамбов за Урал на восток побредет крысолов. Его ноги натерты, и плащ запылен. Санитарные цели преследует он. К Охотскому морю придет крысолов, в него окунет свой богатый улов. И выпьет свой грок, и расслабится он. Долби с ними сам, старина Посейдон.